Всем привет! Смотрите как установить операционную систему Hyper-V в сервер 2019, как ее настроить и как создать виртуальную машину, как восстановить утерянные данные с физического диска Hyper-V сервера, накопителя виртуальной машины и как преобразовать виртуальный динамический жесткий диск фиксированный. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Hyper-V сервер 2019 – это бесплатный продукт от Microsoft для виртуализации оборудования, который позволяет создавать и запускать виртуальные машины, каждая из которых будет действовать как полноценный компьютер с операционной системой и программами. С помощью Hyper-V можно создать несколько виртуальных машин под управлением разных операционных систем на физическом сервере Windows. Аппаратные ресурсы и вычислительные возможности Hyper-V Zero позволяют изолировать гостевую операционную систему виртуальной машины от операционной системы сервера, что обеспечивает его бесперебойную работу. Есть две разные версии Hyper-V. Hyper-V сервер – это автономный сервер, содержащий только гипервизор Windows. И Windows сервер с ролью Hyper-V – это автономный компьютер под управлением операционной системой Windows Server, на котором включена роль Hyper-V. Далее я покажу как настроить автономный Hyper-V сервер, содержащий только гипервизор Windows. Установочный ISO образ Hyper-V сервера можно загрузить с официального сайта Microsoft. Для скачивания образа нужно войти в свою учетную запись, после чего ссылка для загрузки ISO образа станет доступной. Для начала загрузки нужно заполнить эти поля. При выборе версии я бы порекомендовал использовать английскую, это упростит дальнейшую настройку, избавит от ошибок и облегчит решение будущих проблем. По завершении загрузки нужно создать загрузочный накопитель или загрузить созданного образа любым другим доступным способом. Установка выполняется стандартным способом, она похожа на инсталляцию Windows 10, просто следуем инструкциям установщика. Каких-то особенностей в процессе установки Hyper-V нет. По завершению процесса установки система предложит сменить пароль администратора. После ввода откроется консоль гипервизора. В Hyper-V сервер нет привычного графического интерфейса Windows, большинство параметров придется настраивать через командную строку. Для настройки доступны два окна, стандартная командная строка и окно s-config. Первичную настройку системы я буду делать через стандартную консоль управления. Первый пункт меню позволяет присоединить сервер к домину или рабочей группе. Далее меняем имя сервера, лучше задать осмысленное короткое имя, так как его еще не раз придется использовать в процессе настройки. Соглашаемся на перезагрузку. Следующий пункт позволяет добавить еще одного администратора. Сначала нужно указать имя, а затем пароль. Следующий важный параметр – активация удаленного доступа к этому компьютеру. Таким образом вы сможете управлять им с помощью консолей Server Manager, MMC и PowerShell, подключаться по RDP, проверять его доступность с помощью Ping и т.д. Пятый пункт – настройки центра обновления Windows. Затем можно проверить и установить доступные обновления. Еще один важный параметр – активация доступа RDP. Вводим E для включения и 2 для всех. Следующий пункт – настройки сети. Для выбора нужного адаптера вводим его порядковый номер, у меня это 3. Затем 1. Задаем ему статический IP адрес – S. Вводим IP. Маску под сети. И основной шлюз. Далее 2. Прописываем DNS. По завершению настройки вводим 4 для возврата в главное меню. Устанавливаем дату и время. И десятый пункт – настройка телеметрии. Hyper-V не позволяет ее отключить. Выбираем нужный режим из списка. Я выбираю первый. На этом первичная настройка окончена, осталось настроить подключение. Для управления сервером через Hyper-V Manager понадобится компьютер с Windows 10. Чтобы установить соединение с сервером он должен быть доступен по имени хоста. Для этого на клиентской машине нужно внести изменения в файле hosts. Вписать IP адрес и имя сервера Hyper-V. Запись будет иметь следующий вид. Если учетная запись на клиентском компьютере отличается от учетной записи администратора Hyper-V, нужно сохранить свои учетные данные, используемые для подключения к Hyper-V. Для этого на клиентской машине запускаем командную строку от имени администратора и вводим такую команду. Здесь укажите имя сервера, имя администратора и пароль. По умолчанию на Hyper-Visor включен фаервол, который будет блокировать внешнее подключение. Его нужно либо отключить полностью выполнив данную команду в командной строке сервера или же установить несколько разрешений для удаленного управления. Следующие команды нужно вводить в PowerShell. Запустить его можно из командной строки. Вводим PowerShell. А затем выполняем команды. После того как указали хост и учетные данные для доступа к Hyper-V нужно проверить пингуется ли сервер по его имени. Запускаем командную строку от имени администратора сервера на клиентской машине и вводим команду ping, а затем имя сервера. Сервер пингуется, идем далее. Запускаем PowerShell от имени администратора и выполняем такую команду winrm-quick-config. Соглашаемся Yes. Таким образом мы настроили автоматический запуск службы winrm и включили правила удаленного управления в бронмауэре. Теперь нужно добавить сервер Hyper-V в список доверенных хостов следующей командой. В конце указано имя сервера. На следующем шаге нужно установить разрешение для группы анонимного входа. Для этого нужно запустить службы компонентов, выполнив в командной строке dcomconfig. Переходим в службы компонентов, компьютеры, мой компьютер. Кликаем правой кнопкой мыши по мой компьютер и открываем свойства. Переходим во вкладку безопасность COM. Здесь жмем Изменить ограничение прав доступа. Лист ставим вниз и устанавливаем разрешение удаленного доступа для группы анонимный вход. ОК. Теперь нужно установить диспетчер Hyper-V в Windows 10. Жмем правой кнопкой по меню Пуск, Приложение и возможности, Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Ищем в списке Hyper-V, разворачиваем и устанавливаем отметку напротив Средства управления Hyper-V. ОК. Ждем завершения установки и затем подключаемся к удаленному серверу. Открываем меню Пуск. Средства администрирования. Диспетчер Hyper-V Подключиться к серверу. В этом поле вводим имя сервера Hyper-V. При правильной настройке вы должны подключиться к серверу и сможете им управлять. Гипер-V сервер установлен, первичная настройка подключения произведена, осталось только создать виртуальную машину. Подробнее о том как создать виртуальную машину в диспетчере Hyper-V смотрите в одном из предыдущих видео, ссылка будет в описании. Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином servacom.ua В данном магазине вы найдете проверенные БУ сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам. Если нужно вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет. У магазина есть свой YouTube канал где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании. При повреждении операционной системы, случайного форматирования диска с сервера Hyper-V, неработоспособности виртуальной машины и т.д. прочесть и достать нужную информацию с диска вам поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Достаньте диск с сервера Hyper-V и подключите его к компьютеру с установленной операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу. Откройте диск и запустите сканирование. В случае выхода из строя операционной системы Hyper-V вы сможете восстановить файлы виртуальной машины из данного накопителя. По умолчанию они лежат по такому пути. Выделите нужные файлы и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить и нажмите еще раз восстановить. По завершении файлы будут лежать в указанной папке. После вы сможете подключить виртуальную машину и загрузить ее. При создании виртуальной машины средствами Hyper-V для работы создается виртуальный жесткий диск динамического типа. Из-за своеобразности построения файловой системы и постоянной дефрагментации таких дисков удаленные файлы затираются. И восстановление данных с образом таких накопителей может завершиться неудачей. Вы можете преобразовать тип диска в настройках виртуальной машины Hyper-V диспетчера. Выделите нужную виртуальную машину и откройте параметры. В открывшемся окне слева отмечаем жесткий диск и в правой части окна жмем правка. Далее Здесь выбираем преобразовать и жмем Далее Формат диска лучше оставить прежним. На следующем шаге указываем тип фиксированного размера Далее В процессе преобразования программа не изменит основной файл виртуального диска, а сохранит его копию с уже фиксированным объемом. Указываем имя файла и жмем Далее, а затем Готово. Ждем завершения процесса изменения виртуального диска. Теперь проверим удалось ли изменить тип диска. Жмем проверить В открывшемся окне видим что тип нашего диска изменился на фиксированный. Теперь данный файл нужно подгрузить в нашу программу. Открываем вкладку сервис Монтировать диск. Указываем путь к файлу фиксированного виртуального диска и жмем открыть. После чего он появится в менеджере дисков. Осталось его просканировать. Отметить нужные файлы и восстановить их. Восстановленные файлы будут лежать в папке по указанному пути. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.